Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами разговариваем о такой интересной проблеме виноградарей, как недостаток места. На самом деле, многие сталкиваются с этим, когда сортов хочется много, а места мало. Можно ли эту проблему решить и как ее решить? Конечно, кто-то возразит, а зачем вообще садить много сортов? И нам часто говорят, а зачем столько? Когда человек марки собирает, как-то у него не спрашивают, зачем ему столько. Любой увлеченный человек, например, рыбак, у него куча всяких удочек, куча всего-всего, он из этого использует, может быть, небольшую часть. Но это хобби, это хобби, это увлечение. И кто-то коллекционирует марки, кто-то монеты, кто-то кувшинчики, а кто-то растения, в том числе и виноград. И, конечно, вращивание винограда у него есть, скажем так, две основные цели. То есть кто-то работает на вал, кто-то работает на ягоду. И ему интересно несколько сортов, которые будут давать максимальный урожай. А кто-то такой, как мы, коллекционеры, когда интересно смотреть новые формы, интересно все это разнообразие. И, конечно, для нас большую роль играет наличие места, которое, к сожалению, не резиновое. Собственно, об этом и наш сегодняшний разговор. Я уже обмолвилась о том, что цели разные. И часто, когда вы спрашиваете, через какое расстояние садить кусты винограда. Вот смотрите, если мы хотим иметь максимальный урожай, максимальную отдачу от куста, то, конечно, чем больше места мы дадим кусту, тем лучше. Ну, примерно в среднем мы говорим о трех метрах. Если мы хотим все-таки больше форм, больше сортов, то перед нами не стоит задача получить от куста максимальную отдачу. И 20-30 килограмм нам достаточно. Может быть, даже и 5, и 10. Для нас важнее разнообразие. И в таком случае мы посадки можем уплотнять. До какого предела? Ну, на самом деле, до разного. И здесь есть смысл учитывать некоторую биологию куста. В принципе, опять же, если мы понимаем, то, как куст растет, мы понимаем его нагрузку, то мы можем держать его в тех пределах, которые мы ему отдадим. То есть можно даже и на метре держать, можно и на 80 сантиметрах держать. Но, смотрите, сейчас мы, конечно, говорим о столовых сортах, потому что, когда мы используем сорта технически, все равно нам там важен урожай. Да, изначально мы можем их посадить, чтобы посмотреть вообще то, как они себя могут проявить в наших условиях. Вот у нас на втором участке порядка, наверное, 60 технических сортов разных. Вот мы их, скажем так, испытаем, то, что нам не понравится, то, что мы увидим, что точно нам не подходит, уберется, а то, что, наоборот, дает хороший результат, их посадок будет больше. И в плане технических сортов мы придерживаемся того мнения, что вот им надо давать много места. Почему это отдельный разговор, не тема сегодняшнего ролика. Так вот, касательно столовых сортов, у них бывает разная сила роста. Она бывает, скажем так, средняя, кто-то может быть даже близко к слаборослому, а кто-то прям очень сильно рослый. И вот, конечно, сильно рослым сортам, ну, есть смысл давать место побольше, ну, хотя бы метра полтора. Хотя, конечно, конечно, можно пробовать и уплотнять, но тогда уход может быть несколько сложнее, потому что нам все-таки куст надо хорошо нагрузить. Конечно, для крупноплодных сортов, когда они вступают в плодоношение, это уже достаточно легко, да, но тем не менее, вот особенно в первые годы, нам надо куст нагрузить, чтобы он хорошо, правильно развивался, чтобы у него возревала лоза. То есть с некоторыми такими, я бы даже сказала, не проблемами, а вопросами можно столкнуться. Двуплоскостные шпалеры тоже здесь могут нам помочь. И хотя много раз я слышала, что двуплоскостные шпалеры это вообще не для севера, ну, смотрите, Держинский район Минской области. В общем-то, не юга, конечно, не такой север, как Витебская область, не такой север, как Москва, тем не менее, и не юг. Вот, видите, какое здесь расстояние между рядами. Вот это одна плоскость, это пристенок дома, вот здесь две плоскости. И представьте себе, что в этих условиях юг, вот там юг, в этих условиях виноград созревает. Вот вся эта плоскость, весь этот ряд, он прекрасно созревает. Кроме того, я когда рассказывала про две плоскости, я говорила, что это всего лишь вопрос удобства, и никто не заставляет делать вот такой темный лес, как у нас. Да, мы грузим кусты, мы хотим получить с них максимум. Можно расположить побеги реже, и тогда будет проветриваться. Смотрите, еще какой момент. Формировка. То есть, вот когда мы хотим кустов много, место у нас ограничено, очень важное значение имеет формировка. Тоже мы рассказывали, что мы используем формировку со смещенной зоной плодоношения и так называемую систему нулевого куста. То есть, вот здесь, в начале шпалера у нас сидит куст, у которого, допустим, будут два рукава только. То есть, он вместе ограничен. Тот, который уже сидит дальше, он уже идет в две стороны. Для чего используется смещенная зона плодоношения? Для кустов винограда, чем больше старой древесины, тем лучше. Теперь смотрите, какой вариант. Если мы хотим кустов больше, мы можем их садить, например, плотненько. Даже, к примеру, через метр. Но тогда у нас будет достаточно мало старой древесины. Мы можем вообще выращивать куст и без старой древесины, выпуская каждый год два зеленых побега и четыре зеленых побега от головы куста. Там делать коротенькую обрезку, если сам сорт это позволяет. И таким образом вообще там, в принципе, и сантиметров 60 можно выращивать. Но не всем кустам это может подходить. Это раз. Во-вторых, все-таки в нашем регионе наличие старой древесины – это хорошо. Ну и, в принципе, наличие старой древесины – это хорошо. И в таком случае, вот у нас двуплоскостная шпалера – это может быть вообще классный вариант, потому что мы на одной плоскости и на второй, потому что мы, скажем так, садим кусты плотно, а плускаем лозу в шахматном порядке. Схематично это выглядит вот так. Либо мы можем использовать одностороннюю формировку. То есть сейчас наши кустики, вот они идут две стороны, кроме нулевых, да? А так мы все можем пускать в одну сторону, в одну, в одну, и использовать вот это расстояние, к примеру, там, метр между кустами. Ну, мы еще так сильно не уплотнялись. Вообще вот этот участок – это шесть соток с домиком, с тепличкой, с беседкой. И мы просто занимали вообще все прямые линии, которые только есть. Вот я уже показывала этот коридорчик вдоль стены дома. Виноградник. Здесь же вот двуплоскостная шпалера. Расстояние здесь вы видели. Ну, конечно, это не самое лучшее расстояние, да? Тем более, что по сторонам света я вам уже сказала, что есть здесь определенное затемнение. И, тем не менее, на этой шпалере у нас все созревает. Ну вот, с этой стороны дома тоже виноградник. То есть все, что возле дома, можно было занять с солнечных сторон, мы все это заняли. Единственный нюанс – тоже очень много споров о том, что нельзя садить виноградник возле дома. Он там разрушит фундамент и все остальное. Вот почему-то никогда люди не думают об условиях, о том, что они разные. Смотрите, первое. У нас под домом нет ничего. То есть там нет никакого подвала, просто фундамент. Причем, по-моему, еще один только блок внизу. Все. Дом деревянный. То есть ему, в принципе, можно было на столбиках ставить, но фундамент был. Когда я купила участок, фундамент был. Поэтому на него и поставили. То есть фундаменту тут ничего не грозит раз. Во-вторых, виноград – растение умное. Ему под фундаментом делать нечего. Понимаете, если бы это были какие-то жаркие страны, где очень сильно прогревается почва, где виноград вынужден идти куда-то искать, где прохладнее, и искать воду, да, в таком случае он действительно может как-то там пытаться залезть корнями под дом. В нашем случае, чего ему там делать, там холодно и голодно, вот у него есть место сюда, где его кормят, где ему тепло корням, зачем ему идти туда. Единственное, что, смотрите, если вы решаете садить виноград вот так вот возле дома, отступайте больше места. Вот еще вот здесь у нас чуть получше, здесь сантиметров 60, а вот эта шпалерка сантиметров 30. Все-таки плотновато, да, вот опыт показывает, что не очень проветривание. Чуть-чуть больше. Вообще идеальный метр, чтобы вы могли пройти. Касательно затенения. Смотрите, домик летний, да, мы его используем вот летом. И вот эти вот зеленые стены, это вообще прям классный термос. И здесь никогда в доме не бывает жарко. Здесь не надо никаких проветриваний и кондиционеров. Здесь в доме, ну, конечно, деревянный дом, сруб, он сам по себе имеет определенное свойство. Ну, вдобавок вот к этому всему, в доме обалденно комфортно. Даже в самую жару приятно. Я говорю, никаких кондиционеров не надо. Дальше, смотрите, вот еще одно строение на нашем участке, беседка, которая тоже обсажена виноградом. Изначально здесь планировалось три сорта. Но один погиб вот на том углу. То есть они посажены по углам были. Но один кустик погиб, но там угол темноватый. То есть да, мы теснились. У нас два осталось. Ну, ввиду того, что вот нам все-таки нравится ягода, ягоды хочется получить больше. Здесь кишмиш запорожский и аладдин. То все-таки мы решили все это отдать одному аладдину. Ну, почему? Потому что у нас появился второй участок, да, у нас появилось место. Тем не менее, вот, опять же, у нас есть строение, которое неплохо освещается. Мы его обсудили виноградом. Опять же, что мы получили? Мы получили классную зеленую беседку. Скоро ту от любопытных глаз летом. Да, потому что здесь обычная веерная формировка. Ну, уже примерно к середине июня бывает, к концу, в зависимости от, конечно, погоды у нас вот такая вот красивая зеленая стена. То есть, это мы задействовали. Вот показываю с другой стороны. Тут в плоскостную шпалеру. Где-то пробелы, во-первых, весенние заморозки, во-вторых, вот здесь зелгом мы ее будем убирать отсюда. Отдается место другим кустам. Но, опять же, пока у нас не было второго участка, то мы тут вплотняли, переформатировали и кое-что переносили в другие места. Ну, смотрите дальше тоже вот. Шпалера вдоль забора. В общем-то, мы получили еще и дополнительный забор. Вот здесь у нас вообще три ряда шпалер. Первоначально были вот эти два. Потом добавили еще третью. Но пока что даже не полностью занято. Как раз можно посмотреть. Вот нулевой кустик. Здесь у нас расстояние где-то 2,20. Ну, повторю, можно, можно садить и плотнее. И пускать вот один куст, например, потом на одну плоскость, вторую на вторую. Уже мы с вами об этом говорили. Ориентация этих шпалер, ну, примерно восток-запад. Смотрите, идеально, конечно, север-юг. Но мы используем те условия, которые мы имеем. И, конечно, если бы изначально мы закладывали виноградник на участки, может, мы бы спланировали несколько по-другому. И, кстати, скорее всего, что и поместили бы больше всего. Но здесь росли деревья. Вот там между шпалерами росла голубика. То есть сначала была голубика, потом рядом с ней стали шпалеры. То есть мы один рядок посадили, потом, ой, давай еще один, давай еще один. И вот так оно постепенно прибавлялось и прибавлялось. Ну, поэтому, как получилось, так получилось. Тем не менее, мы со всего этого собираем урожай. Он нормально у нас созревает и нормально вызревает. И да, с одной стороны, хорошо делать правильно изначально, да, там смотреть все ориентации. Но с другой стороны, практика показывает, что и в других случаях можно получать результаты, когда не совсем правильно. Собственно говоря, мы использовали просто все прямые линии, которые только были на участке. Вот я разворачиваюсь, и у нас еще. Опять же, вот это уже север-юг. Длинная шпалера по длинной стороне участка. И вот с другой стороны тоже длинная шпалера. В принципе, ну, пока что, видите, занята стройматериалами. Таскаем мы их все время с места на место. Все никак не используем. Сюда еще спокойно станет один ряд. Если вот это вот убрать. Равно как и здесь. Вот у нас теплица. Ну, на самом деле, можно, если вдруг мы от теплицы отказываемся, то еще два рядочка спокойно здесь поместятся. Еще одна шпалера. Тоже по прямой линии. Конечно, вот здесь место не совсем удачное. К сожалению, да, здесь все-таки достаточно много теней получается. От дома вот вечером приходит тень. Ну, ничего тоже. Виноград растет, виноград созревает. Да, может быть, не в идеальной сроке, как нам хотелось бы, тем не менее. Растет и созревает. Вот сейчас в таком виде здесь на шестисотках у нас размещено 70 сортов. И я вам сказала, что еще потенциал как бы к расширению есть. Да, у нас практически нет другого огорода. Тем не менее, у нас есть некоторое газонное пространство. Здесь такая неплохая полянка. Ну, и при желании, в общем-то, вот здесь у нас, кстати, грядочка с клубникой. Но я запустила ее, потому что на два участка не разорвешься. И, может быть, вообще уберем, потому что огород там. А может, немножко и останется. То есть при желании еще здесь, если очень надо, можно и грядки разместить. И если вдруг они нужны, места еще более, чем достаточно для этого. Поэтому, если мы хотим пойти по пути разнообразия, по пути большего количества сортов и форм, то мы можем отступить от рекомендуемых расстояний, как в ряду, так и в междуряде. Смотрите, касательно междуряди, вот высота шпалеры и еще немножко. Вот это будет ваше междуряди оптимальное, чтобы все-таки там и земелька прогревалась, и какое-то питание было. Касательно расстояния в ряду полтора, в принципе, даже метр. Можно пробовать, можно смотреть. Да, где-то может быть в таком случае нам чуть сложнее с питанием растения. С другой стороны, если мы ему подберем оптимальную нагрузку, все равно мы кусты так или иначе в наших регионах подкармливаем, то все может быть хорошо. Здесь самое главное, это подобрать оптимальную формировку для такой плотной посадки. И ту оптимальную формировку, которая будет удобна и понятна вам, и вам будет легко и хорошо с ней работать. Ну и, конечно, мы можем задействовать абсолютно все пространства, которые у нас есть. Касательно винограда, ну, конечно, задействовать пространство, которое у нас есть. Вот касательно винограда, все, что вдоль запора, все, что вдоль строений, где только более-менее есть освещение, даже если оно у нас не целый день. Все равно высаживать там можно. Конечно, чем больше освещения, чем больше тепла, тем для винограда лучше. Но вот, я вам уже показала, да, даже в таких условиях виноград растет. Единственное, на что надо обратить внимание, если вы максимально задействуете все, что у вас есть, и какие-то места такие легко-теневые, то садите просто туда сорта с более коротким сроком созревания. Вот и все. С другой стороны, перестенки тоже очень сильно играют свою роль, очень сильно. Даже если там какую-то часть дня будет тень. Я вам показывала шпалеру перед домом. Это западная сторона. Причем солнце там начинает светить примерно с обеда, вот по этой линии. Но потом вечером приходит тень от соседского дома. Здесь вот прямо напротив соседский дом. Повторю еще раз, это дачный участок. Здесь все довольно плотненько. Но, тем не менее, здесь растение хорошо себя чувствует. Здесь у нас растет аркадия. И всегда она дает и урожай, и всегда у нее зреет лоза. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!